Шалом, всем доброе, добрейшее, веселейшее утро. И мы продолжаем с вами. Так, всем привет. Все. Значит, сегодня мы находимся в понедельник. Десятая Ниссана. Сегодня 10-ая Ниссана. 11 апреля. И 10-ая Ниссана. 11 апреля. И мы продолжаем изучать недельную главу Ахареймот после смерти. И изучать книги, которые нам передают мировоззрение и способ служения. Такое направление есть Хаббат. Хасидский способ служения. Вот мы изучаем как раз хасидские разные книги. Хасид это тот, кто служит эмоционально Всевышнему, подключая эмоции, делая больше, чем требует буква закона. Это вот кто-то такой хасид. Да? То есть мы разбираемся чуть-чуть как в букве закона, но мы чуть-чуть смотрим таким хасидским взглядом. Хорошо, значит, что нам в книге о Йом-Йом 10-го Ниссана сообщает Любович Тереба? Он сообщает нам, что необходимо пропагандировать законы чистоты семейной жизни. Помните, я вам вчера рассказывал историю, как была семья нерелигиозная. У них дочка, врачи сказали, что не будет ходить. И они написали письмо Ребе. И, значит, Ребе ответил, начните изучать и соблюдать законы семейной жизни, и она пойдет. И они начали соблюдать, и действительно их дочка выздоровела и пошла. То есть здесь вот сегодня как раз об этом рассказывается, что нужно не просто их соблюдать, если кто-то, опять же, это касается евреев, которые обязаны соблюдать все заповеди Торы. И среди заповеди Торы есть законы чистоты семейной жизни, регламентирующие взаимоотношения между мужем и женой. Это очень важные законы, так как от чистоты семейной жизни зависит семья, от семьи зависит все вообще, да, воспитание детей, там, как, что будет в жизни человека. Все это формируется в детстве, в семье. То говорит нам Ребе, что не просто соблюдайте, а мы должны пропагандировать. И это настолько важно, он говорит, что это как спасение жизни. То есть это буквально спасение жизни пропаганды законов семейной чистоты. Вот сейчас, как раз я вчера об этом чуть коснулся, по статистике каждый год в мире при родах умирает 200 тысяч детей из-за того, что их матери больны сифилисом. То есть мы сейчас, весь мир страдает, потому что во время военных действий погибло 117 детей в Украине. И это страшно, это просто весь мир, ну вот вообще все газеты мира, все, прям никогда не простим, как так можно мирное население убивать. И в то же самое время 200 тысяч детей умирает, потому что их мамы ведут беспорядочную половую жизнь, или папа, или мама, там, кто там их ведет. И у матерей, это официальная статистика, у матерей больных сифилисом умирает каждый год 200 тысяч детей при родах, или сразу после родов. Цифра, чувствуете, разница 200 тысяч и 117. Теперь, вот Рэбэ говорил, мы должны пропагандировать чистоту семейной жизни. Чистота семейной жизни, это то, что только с женой, это факт. Вопрос еще, что даже с женой нужно очень соблюдать много разных заповедей, обеспечивающих чистоту этих отношений. Понимаете, вот насколько Тора, это Тора жизни, да, то есть насколько, казалось бы, да, что такое чистота семейной жизни? Это 200 тысяч спасенных детей в год. Вот и все. Теперь, значит, переходим мы ко второй книге. Ко второй книге называется «Обретение неба на земле». И здесь нам говорится очень такая глубокая вещь, да, вот когда говорят, что психология там важная вещь. Психология невероятно важная вещь. И психология возникла где-то около ста лет назад. Первую книгу по психологии написал, звали его, не помню, как его звали, Ульям Джеймс, по-моему, его звали. В Америке он написал книгу «Психология». И такая была толстенная книга, это была одна из первых книг в мире про психологию. 100, значит, 100 лет назад всего это было. До этого вся психология, она была в религии, в Торе. Тора это как основа. Из Торы потом вышло и христианство, и мусульманство. И вот здесь нам дается такая интересная идея. Говорит нам тоже Любович Стереба, говорит так. Бывает, что самые разрушительные внутренние импульсы появляются у человека в молитвенном облачении. То есть, этот голос звучит как бы из духовной его части, да, но он разрушительный. То есть, вообще вся психология, она об этих внутренних голосах. Потому что человек, который, например, параноик, это значит, что у него есть внутренний голос, который ему все время его пугает и говорит, что за ним следят. Или там невроз у человека, да, у него тоже. Одна его часть хочет одно, другая его часть хочет другое. У там разной психологической школы по-разному описывают этот внутренний конфликт. Но суть всей психологии одна. Что у человека внутри его головы, внутри его внутреннего диалога, внутри его личности происходит нарушение. раз, как сказать, разкоординация его хочу и надо правильно и могу. В общем, у него разкоординация происходит. Теперь нам говорит Тора, он говорит, самые разрушительные внутренние импульсы, они появляются в молитвенном облачении. Как это может быть? Он приводит пример. Когда следует ликовать, некто внутри тебя говорит, чему ты радуешься? Тебе ли с твоими грехами веселиться? То есть, вышли сделал для кого-то чудо, да, или там у него, вот он проснулся, такой день вообще, он говорит, И он такой радостный вскативает. А потом говорит, ну что ты такой радостный? Что? Ты что? Вообще можешь радоваться? Ты же и грешник. Ему внутренний голос говорит. И он бах, лег опять в кровать, укрылся одеялом и лежит, значит, в депрессии. То есть, казалось бы, этот внутренний голос, он как бы с хорошей стороны, он ему напоминает о его грехах. Чего же ты радуешься-то, да? А по факту он его уложил в кровать, и он не пошел на утреннюю молитву. Когда же наступает время для покаяния, да? Наступает время, нужно ли, ахзор быть шува? То есть, есть специальное время, то есть, у нас есть специально два новых года. Есть новый год, который сейчас будет, Ниссан, да, это Песах, это духовный прорыв. И в этом духовном прорыве нужно забыть обо всех своих там старых тормозах, которые тебя держат, и перейти на следующий духовный уровень. Есть Рошашана. В Рошашана, наоборот, ты должен повернуться назад, и ты должен для ахзор быть шувас, раскаяться во всех своих прегрешениях, и тогда в Йом-Кипур ты очищаешься. Это две разных работы. Он говорит, но когда наступает время для той духовной работы, когда надо, наоборот, раскаяться, когда надо, значит, ну, чуть-чуть грузануться, тебе говорит внутренний голос, чем ты лучше других, а что ты должен сокрушаться? Посмотри вокруг, ты относительно там парада гордости, так ты цадик вообще, праведник, посмотри, ты же не на параде гордости, ну и что, что ты там нарушаешь все остальное, но ты же не гей, уже слава Богу, радуйся, значит. И в момент, когда он должен был бы, наоборот, раскаяться в своих грехах, ему этот внутренний голос говорит, не раскаивайся, ты красавчик, у тебя все хорошо. Третий вариант, третий пример. Когда кто-то нуждается в вашей помощи, а вы, значит, говорите, ну, что, Бог же не просто так делает другим неприятности, у Всевышнего с Ним какой-то учебный процесс идет, что я буду вмешиваться? Я сейчас должен подумать о себе, я должен сейчас подумать, есть ли у меня, может быть, какие-то более важные дела, что я должен сейчас ему помогать? Всевышний для каждого все подготовил, значит, Всевышний отлично с Ним взаимодействует, он сам справится, я ему не должен облегчать жизнь, потому что, потому что вот Всевышний ему специально так дал сложности, чтобы он что-то понял, что же я буду делать сейчас, прервать учебный процесс? Это второй голос говорит. Наступает время размышлений, надо наоборот, вот в тот момент, когда надо было помогать, ты начинаешь размышлять. В то время, когда наступает время размышлений, когда нужно про себя подумать, действительно, сесть и подумать, что все время там есть люди, он все время во внешнем, все время он там всем помогает, все время он все делает, там и так далее. А в это время там ему надо сесть и подумать, что может у него какие-то проблемы, Может, у него внутри есть какая-то там сложность, ему надо ее сейчас исправить. И он вместо того, чтобы этим заниматься, ему внутренний голос говорит, иди спасай мир. Все, давай, ты спасаешь мир, про себя не думай. Еще он приводит пример. Когда вы поняли что-то глубокое, помолились настоящим чувством или без огласки, совершили добрый поступок, и тут внутренний голос вам шепчет, ты молодец, вот это ты красавчик. Знаешь, гордость такую поднимает себя. И, в общем, он приводит, что вот этот внутренний голос, он все время где-то выступает против человека. А можно мне зарядное устройство, и там, сможешь мне принести зарядное, вот там, где это кофе, а, Рифка сейчас принесет. Хорошо. Значит, внутренний голос это, да, говорит Рэбе, вам одного только не скажет никогда. Только этому он будет противиться всеми силами. Никогда он не посоветует, освободись от меня, разбейте цепи, переменись. То есть, что внутренний голос не посоветует никогда, это перестать слушать внутренний голос. Понятное дело. Что же это за внутренний голос такой, который скажет... Ой. Что это за внутренний голос, который скажет, не слушай меня же, да? Понятно. Что это за внутренний голос такой, и как с ним быть все-таки, как же с ним быть? Значит, есть известная история по внутренний голос, когда один человек в казино проиграл все деньги, и внутренний голос ему говорит, вернись, говорит, обратно и попробуй еще раз. Он вернулся, внутренний голос ему говорит, подожди, не ставь, не ставь, не ставь, потом ему говорит, ставь все деньги на черное. И он ставит все деньги на черное, и, значит, так напряженно смотрит, и тут, значит, выпадает красное, он проиграл все деньги вообще оставшиеся. И тогда внутренний голос ему говорит, боже, как я ошибся. То есть, внутренний голос, это внутренний голос, он знает о жизни не больше, чем второй внутренний голос, который двигает человека. Есть описание этих внутренних голосов в разных психологических системах, разное. Есть, например, в транзактном анализе, называется этот внутренний голос, внутренний родитель, там, внутренний ребенок, да? Этот голос, который учат все время, это внутренний родитель. Это как радиоточка, которая записалась со времен детства. Родители все время чего-то учили, 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 и он записался, и теперь в голове произвольно включаются, там, то такое включается, то такое. У Дештальти это называется собака сверху, собака снизу называют. Он оба внутренних голоса называет собаками. Собака сверху это которая тебя учит, ну останавливает, да, моральная такая, морализирует. А собака снизу это собака, которая выражает твои животные сущности, эмоции. Значит психология не разобралась с этими собаками. Что нам говорит Тора? Тора нам говорит, что есть Тора. Какая разница? Оба внутренних голоса они сомневаются. То есть когда у тебя есть сомнение, это называется софек. Сомнение, числовое значение слова софек, сомнение это амалек. Амалек это враг еврейского народа, антипод, который уводит от служения Всевышнему. Теперь, а что правильно? Правильно то, что сказал Всевышний. Это добро, это зло. Тора это чистые пути, которые установил Всевышний. Если ты Беколь Драхеха Део, на всех своих путях ты познаешь Бога, у Яшера Архотеха, он выпрямит все твои дороги. То есть поэтому ни первый голос внутренний, ни собака сверху, ни собака снизу, они не знают как правильно. Они могут это все предположение. Собака, которая с тобой на ты разговаривает, это старая собака, которая говорит голосами старыми. Я хочу, это какая-то новая собака. Человек выпивает, у него вообще какая-то пробуждается внутри там обезьяна. В принципе, интересно, что Шлома Амелых, он сравнивает, вот когда он говорит, что все эвелевелим, все это пар паров, все это, вся эта жизнь, это суета-сует, там семь раз. Он говорит о семи этапах в жизни человека, и каждый этап сравнивается с животным, да, что человек, только до года человек, он его сравнивает интересно с царем, а не с животным, потому что до года у человека, с одной стороны, у него не включен разум вообще, да, то есть в человеке до года, у него, казалось бы, как его можно царем назвать? А он говорит, его носят на руках, и он царь. Потом он становится, когда он начинает ползать, он его сравнивает со свиней, потом, когда он начинает прыгать везде, он его сравнивает с козликом, потом, когда ему становится уже 16 лет, он его сравнивает с жеребцом, который ищет кобылу, потом, когда он женится, он уже становится ослик, который тащит на себе ношу, как осел такой, да, с 20 лет. Когда ему уже 40 лет, у него дети, семья, он о них должен заботиться, защищать их, он его сравнивает с собакой. Потом, когда он уже становится старым, после 60, с горбленным старым, он его сравнивает с обезьяной. То есть, 7 этапов жизни человека, и они все, это все внутри, когда человек живет, слушая только голос своего тела и этого мира, это все сравнивается с животными. Но, значит, есть же голос Бога, голос Всевышнего, голос души, который проявляется в этом мире в конкретных четких правилах поведения, которые называются Торой. Поэтому, какой голос слушать, голос Торы, голос Шулхана Руха, и тогда ты никогда не ошибешься ни в одном своем поступке. Вот это интересно. Теперь, значит, сегодня в недельной главе рассказывается о службе, службе в храме, когда искупались грехи, искупались грехи в Йом-Кипур. Значит, служба Йом-Кипура, тут есть несколько нюансов, на которые вот я обратил внимание, когда изучал, и хочу с вами поделиться. Значит, первый интересный нюанс, что первосвященник, который проводил всю эту службу искупления грехов, он в течение Йом-Кипура, он 10 раз менял одежду, и каждый раз он переодевался, когда он переодевался, он окунался в микву и делал омовение рук. То есть, миква это специальный такой родниковый, родниковая вода, или вода с неба дождевая вода, специальный водоем, в который ты окунаешься полностью с руками, ногами. В микву окунается женщина для очищения, как раз вот эти законы семейной чистоты. В микву окунаются хасиды каждое утро обязательно, у них обязательно вот хасидское служение. Они окунаются каждый день, каждое утро обязательно в микву перед молитвой. И первосвященник окунался в микву в течение Йом-Кипура 10 раз и менял одежды 10 раз. Интересно, что в святая святых он всегда заходил в простой, в льняной одежде. То есть, он когда выходил, он надевал золотые одежды, там все было очень красиво у него одежда у первосвященника. Очень сложная такая, нити там в 54, нитки сплетенные и везде золотая нить разноцветная. То есть, мы изучали, одежда очень была у него такая, как сложная, как космический корабль. Но в святая святых он заходил в простой одежде, льняная одежда такая простая вообще, без всяких украшений, без золота. Теперь вторая вещь интересная, которую я обратил внимание. Вот он брал этих козлов. Ну там целая технология, было два козла и один козел на нем, значит, этого козла приносили в жертву Всевышнему. И там его кровью брызгали 7 раз туда, 7 раз туда и очищали от Тумыбна Исраэль, от духовной нечистоты сынов Израиля. Он очищался. А второго козла отправляли к Азазелю. И тут написано так. И возложит Аарон, значит, две руки на голову вот этого Саир. Саир это козел, второй Ахай, живой козел. И он на нем сделает Итвада, как ведуй, исповедь. Исповедь, он расскажет о всех грехах сынов Израиля. Вот тут Авонот бне Исраэль. Он как будто на него переложит вот эти Авонот, грехи. Я вам сейчас расскажу про это слово, интересно, что есть три вида грехов. И он, значит, именно мог на этого козла исповедовать только Авонот, только один из трех видов грехов. И он всех даже, все три вида грехов, я ошибся. Все три вида грехов он на него клал, на этого козла. И отослал его с человеком, специальным человеком в пустыню. Дальше нам будет рассказано, сегодня в этом отрывке не рассказано, что дальше делали с этим козлом для Азазеля, на которой искупались все грехи. Но там целая тоже с ним, что технология. Теперь есть интересная, очень много, ну, естественно, это письменная Тора. Здесь все написано вкратце. Есть устная Тора, в которой написано все глубже, уже рассказана там вся подноготная. Есть четыре уровня понимания Торы. Простой уровень, намек, расшифровка и тайный уровень Торы, да, это кабала, тайный уровень Торы, это все вместе дает пардес. Пардес это как пшат, это простой уровень, ремес, это сокращение, это намек, драж, это расшифровка и сот, это тайна. Вот четыре уровня. И кто знает все четыре уровня, попадает в пардес, попадает сразу в рай, потому что ему все открыто, у него полная ясность. У него нет никаких сомнений, у него полная ясность вообще, он как, он реальность видит насквозь, тот, кто знает Тору на уровне четырех уровней понимания, пардес, у него полная ясность жизни во всем, он всегда веселый, у него всегда такое состояние внутри, просто рай. Я видел несколько таких людей, праведников, и большего счастья, большего такого духовного света я никогда не видел, то есть ты видишь такого человека, вот он все время под кайфом, но только под таким кайфом, что от него вокруг как люминесцентная лампа, и он при этом абсолютно на любой вопрос, у него сразу ответ, он знает в любой ситуации, что сделать, как поступить, это уникально. Вот, например, можно, сейчас, дожди мне эту книжку, у тебя вчера книжку купил, книгу купил, вот истории про Рэблю Баевского, да, вот смотрите, вот это вот человек, для него было все ясно, видите, какое лицо у человека, для которого полная ясность во всех вопросах, у него нет ни одного вопроса, на который нет ответа, вот так он выглядит. Вот люминесцентная лампа, прям, и к нему до сих пор будет сейчас, через два дня, день его рождения, 120 лет со дня рождения, празднует весь мир, представляете, почему, потому что та ясность, тот свет, который он передал миру, оставил за собой, она людей до сих пор, до сих пор светит им, и дает им возможность в жизни проходить жизненный путь, без ошибок, без проблем, без сложностей, его поэтому все любят. Значит, так вот, про этих двух козлов вернемся, почему этот был козел, в чем тут метафора, я вам сейчас расскажу на уровне намека, это не на уровне простого смысла, на уровне намека. Значит, у человека внутри, как раз мы вернемся, есть две составляющие главных, можно сказать, два козла, внутри живет каждый из нас, два козла. Один козел рациональный, этот козел рациональный, он думает долго, он думает, он даже думает, что у него есть духовная душа, и что у него будет вечная жизнь. Это такой козел долго, который думает очень, очень надолго вперед. Помните, было два близнеца, родилось у Ицхака, два близнеца, Яков и Исав. Исав, у него второе имя было Сеир, он потом пошел на гору Сеир, и он жил, Исав, Сеир, это переводится вот этот козел. Значит, в чем была между ними разница? Яков, он думал всегда долгосрочно, он был такой, он сидел в шатрах, учил Тору. Чего ты учишь Тору? А чем еще в этом мире заниматься? Если же впереди духовная жизнь, так я буду учить Тору, потому что у меня впереди вечность, а вечность можно прийти только с Торой. А Исав чем занимался? Он говорит, а я все равно иду умирать, я иду, и он там все время охотился, то он воевал, то женщин насиловал, то то, то все. То есть он был такой, краткосрочная перспектива, сейчас получить наслаждение. Приходит Исав охоты, сидит Яков, значит, Исав ему говорит, дай мне эту похлебку. Он говорит, а дай мне первородство. Он говорит, ну а забирай, зачем мне это первородство нужно? Я сейчас хочу похлебку. Зачем мне вот это вот приносить жертвы, там, быть священником, мне это все не надо. Опа, отдал ему за что? За сейчас поесть. То есть второй козел это эмоциональная сфера, которая краткосрочная перспектива. И все грехи, которые человек делает, потому что у него работает вот этот второй эмоциональный козел. То есть человек рациональный, который понимает, что у него впереди вечность, что есть долгосрочная перспектива, что надо строить там какую-то жизнь свою очень спокойненько, как Яков строил. Он семь лет за одну жену поработал, семь лет за другую, шесть лет потом за богатство, заработал денег, спокойненько пошел сюда, спокойненько пошел туда. То есть он был абсолютно не импульсивный человек, Яков. А вторая, вторая составляющая человека, да, то есть человек себе планирует, я должен заниматься работой, там, зарядкой. Буду делать зарядку каждый день по 10 минут. Буду в течение года делать по 10 минут, отлично, 3650 минут зарядка спорта за год. Нормальный спорт, буду за это время здоровый. Вода капает на камень, делает дырку в камне. Я сделаю свое тело очень ровненьким, гибким, там, таким, с этим. Это думает долгосрочная часть человека. А потом встает вот этот козел импульсивный и говорит, поешь тортика, выпей пивка и садись отдыхать. Чего тебе идти куда-то? Вот это вот разница между этими, намек, намек на вот эти две части человека. Рациональное, долгосрочное планирование, которое уходит в духовную сферу, потому что любой рациональный человек, вот любой рациональный человек, умный человек, он понимает, что если есть хоть один шанс из ста, что духовная жизнь есть, и ты попадаешь в вечность с тем запасом добрых дел, заповедей и тора, которые ты в этом мире собрал, и ты в вечность, то есть 1% умноженный на вечность, дает бесконечность. А 99%, что ты говоришь, а вдруг это неправда, хорошо, а вдруг это правда, 1%, это Макс Планк, он математически вывел, что вот по этой формуле, что выгоднее верить в Бога. Он говорит, ну это же рационально, потому что если это правда, то ты в вечность уходишь с богатством бесконечным. А если это неправда, так ты просто в течение жизни соблюдал заповеди, жил хорошо в этом мире. Он говорит, ну какой может быть тут вообще, какой рациональный человек не будет соблюдать. Только внутренний козел, вот этот вот эмоциональный, краткосрочный, упертый, которого и отсылали к Азазелю, он мешает человеку соблюдать заповеди. И когда его отсылали, сбрасывали с горы, то это была метафора на то, как надо поступать вот с этим вот внутренней ленивой коровой, которая мешает человеку и заграждает ему путь в духовный мир. Все. Значит, вот то, что такое было интересно в сегодняшнем отрывке. Дальше, завтра мы будем продолжать изучать Тору и подчинять свою эмоциональную, ленивую, вот эту вот внутреннюю часть, которая называется Ецер Ара. Вот этот внутренний голос, он называется Ецер Ара, злое начало, да? Животное начало. Еще это называется животная душа. Мы понимаем, что вот этот вот голос, который идет оттуда, его нужно не слушаться. А голос, который идет из Торы, вот нужно по нему идти. Все. Желаю полного, скорейшего выздоровления, рифа Ашлема, рифа Атанекш, рифа Атагуб, чтобы было выздоровление души и выздоровление тела потом у всех выздоравливающих, всех, кто учит Тору, всех, кто любит Всевышнего, всех, кто живет для того, чтобы нести в этот мир духовный свет, чтобы Бог дал вам долголетие до 120 лет всем, чтобы больше успели вы сделать добрых дел, больше заповедей, больше Торы, больше молитв. Именно для этого стоит жить, и об этом нужно просить Всевышнего, чтобы дал Он вам время, силы служить Всевышнему и подниматься на духовный уровень и делать добрые дела. И я говорю омень на все ваши молитвы, в первую очередь молюсь за вас, и чтобы Бог дал благополучие всем верующим людям, а неверующие люди есть, чтобы стали верующими, а злодеи, чтобы друг друга поубивали, пускай злодеи любят, они делают зло, пускай их зло на них же и повернется. Все, удачи, всем на успехах, хорошего дня!